Мне завинтовали руку, а перед этим я позвонила хозяйке, сказала, что я работать не могу, правая рука сломана. Ну, естественно, она не радовалась, но нашли замену и стали сдавать товар. Я считать сама не могу, мне дали помощь. И так получилось, что они посчитали, что моя недостача равна моей зарплате. То есть, мне ничего не должны, как говорится, я ничего не должна, все. То есть, а как ты хочешь домой, так и есть, это твои проблемы, никого не гребет. Почему я говорю, что такие расчетливые сучки только богатеют, хотя я не думаю, что они надолго время богатеют, потому что все равно оно свое дает, ну, вот это жадность, скупость, это, ну, бесчеловечность, потому что, получалось, я бежала на твою работу, ну, я поломала руку, ну, так как я, естественно, я ничего там не требовала. Ну, а вот такая у меня заполнилась работа еще. А подружка моя там долго еще работала, не могла уволиться, ну, не разрешала, не отпускала, не заплачу тебе. Ну, в общем, такое, короче, я не знаю, как она не отпускала, конечно, ну, как это она. Ну, сейчас мне не понимается, тогда это было, типа, ну, да, ну, это ж правильно, наверное. Типа, как же так уйти с работы? Так что это была такая веселая жизнь. Ну, и какая еще мне там работа была? Ну, в основном, вот эта торговля, запомнилась мне только в поселке киоски работа, вот это кафе, киоски в Киеве, потом, где там еще, ну, на Любецкой, на Любецкой, это еще в самом начале, как я приехала. Ну, на Святошино я работала, было все вроде ровно, там, то женскую обувь продавала, у меня сестра работала товароведом в фирме, и меня взяли там, как продавцом, и вот о футболках мужских, такое. Ну, такая была работа. Короче, могу сказать, было, конечно, интересно, весело, но денег, богатство, миллионам, и как-то даже я ни с кем, ну, не знакомилась там, ни с кем особо, ну, с парней, там, с мужского, как-то не было ни времени, ни, ну, не знаю, как-то. Если даже с кем-то ознакомилась, то такое что-то. Ну, вот так вот у меня там слаживалась жизнь, такая нелегкая, потому что было время, что я жила у этой бучи, кстати, наверное, в тот период, когда я, когда, я не помню, когда, какой это период было, ну, в общем, жили мы с подружкой на Массандре осенью. Было реально уже дубайк, ну, как сейчас, наверное, на улице, я не знаю, может, холоднее, но мы так замерзали, я помню, не было места в доме, и баба тоже такая скупердяйка была, хозяйка. У нее были в доме квартиранты, и на Массандре квартиранты, и она, считай, ну, я не знаю, почему мы не могли ничего найти лучше, почему мы... Некогда было, типа, ах, потом, ну, тут даже как-то не понимаю, ну, в общем, так замерзали, что утром мы выходили, мы зуб на зубни попадали, нас трясло. Я помню, шла в дом, залазила в ванну под душ, и меня вот так вот трясло, там я простудила мочевик. Там, короче, куча болячек на это, на полотаре. Это жесть просто. Ну, как-то я не знаю. Было странно. Ну, сейчас мне странно, почему мы не могли найти что-то лучше. Мы потом переехали, да, мы переехали в этот, в лесную бучу тоже, сняли комнату у бабушки, это был отдельный случай, и недешево мы сняли, очень дорого было тогда по нашим зарплатам. Не помню, сколько, но как-то дорого вообще, и мы втроем в одной комнате жили. И бабушка утром в 4-5 утра заходила в комнату, у нее видно с головой что-то тю-тю. И она говорит, девчата, я тут нашла кастрюльку, так вот вам, если надо, берите, пользуйте. Мы спим все такие. Была с нами девочка такая, Илона, там вообще очень с характером, с таким вспыльчивым, там вешалась, короче, от этой бабушки, бабушка у службы. Ну, у нее с головой что-то у бабушки. Ну, короче, было время, это как другая жизнь, как вот слушаю блогеров, и говорят, что, да, переехал в другую страну, это другая жизнь. Для меня это была другая жизнь, там жизнь до 17 лет, это одна жизнь дома, тоже нелегкая, потому что мама была склочный характер. Она одна была, с мужиками она не ладила, так же, как и я. Ну, не так же, конечно, потому что у меня уже не проще, у меня нет детей. Но ей было тяжело, это были еще, когда мы были подростками, были 90-е года, жрать было нечего, реально нечего, ни прикола, ни шутка. Реально, если у нас была какая-то консерва в шкафу, это было как чудо-чудное, одежда донашивалась от кого-то. Было время тяжелое, потом мы хозяйство одержали, тоже так было нелегко, огороды все время. Ну, я думаю, так многие жили, но просто не все расскажут. Это я такая болтунья. Ну, короче, вот я о чем говорю, что жизнь была школьная, там, ну, с детства. Самая прикольная была жизнь, когда был Советский Союз, наверное, ну, во сколько он там, 80-х, ой, в 90-м каком оно развалило все. Вот, пока был Советский Союз, было все ровно, отлично. От детства я там помню, но единственное, что я в детстве там болела, вечно, как не отравление, так и воспаление легких. Ну, это мне ж было по барабану, мне было весело в больнице. Ну, а уже началось самое тяжелое такое, когда развалился Союз, и не было толком ни пожрать, ни денег. Ну, в общем, такое было время. А потом, после 17-ти, естественно, мы упорхнули в Киев. Сестра первая уехала, она старше на 4 года, потом я уехала за ней, она мне помогала. Жили так, на одной квартире, на второй, на третьей. Ну, еще могу рассказать, она уже в следующий раз, потому что я не знаю, какое это видео снимается, чтобы оно не было разрывом. А то у меня по 10 минут, или там, получается, 3 минуты уже, если хвостик остался. То не прикольно, если оно разорвется на 2 видео, а люди любят пересматривать все мои подряд видео. Ну, в общем, пока все. Дали буду кращ. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok